В областном центре полным ходом идут работы по ремонту дорог, благоустройству пешеходных зон и прилегающих к ним территорий. Обновления запланированы на 57 объектов. Почти половина из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Несмотря на короткое, а в этом году еще и холодное заполярное лето, этот период по-настоящему жаркая пора для благоустройства города. Запланировано отремонтировать 57 объектов дорожной инфраструктуры, которые больше всего нуждаются в реконструкции. 30 из них за счет муниципального бюджета. Остальные по федеральной программе, но тоже при участии городской казны. В прошлом году проявили диагностику инструментальную дорогу с августа по октябрь, согласно которому выявили дороги, которые не соответствуют нормативным требованиям. Плюс еще это обращение жителей, обращение водителей, перевозчиков, обращение карты убитых дорог. Все работы на каждом этапе жестко контролируются. Пробы асфальта проходят регулярную проверку, где оценивают их физико-химический состав, механические свойства, а также толщину слоя укладки. Пока нареканий нет. На тех объектах, которые уже выполнены, достаточно высокое качество. Плюс отбираются пробы асфальтобетонного покрытия. Они сейчас находятся в лаборатории на испытаниях. Пробы отбирает и подрядчик, и заказчик, и со стороны Министерства транспорта в Мурманской области также осуществляется контроль. К каждому объекту индивидуальный подход. Здесь учитывается целый ряд факторов, начиная от загруженности и заканчивая особенностями рельефа. Так, дорогу на улице Орликовой, к примеру, в последний раз ремонтировали более 10 лет назад. А ведь это единственная артерия, связывающая микрорайон с центральной магистралью. Износу подвергается сильно. Соответственно, прочность дороги должна быть высокой. На протяжении многих лет последних здесь был все-таки ямочный ремонт. Ну и назрела необходимость просто комплексно подойти к решению вопроса. Здесь будет смена покрытия. Это порядка 11 тысяч квадратов. Что очень важно, больше трех точек квадратов это тротуары, это бордюрный камень, колодцы. То есть комплексный подход к ремонту. Что касается еще работы по улице Орликовой, это в районе дом 53-54 комплексный ремонт уже будет выполняться. Ну, пока идут подготовительные работы. Неустойчивая погода нынешнего лета помехой ремонтникам не стала. А вот припаркованные надолго автомобили осложняют процесс благоустройства. Некоторые водители к просьбе убрать машины относятся с пониманием. Другие же оставляют их стоять на прежних местах. При этом по плану работы должны быть завершены не позднее 1 сентября.